Ну вот, у нас такая гостевая ситуация продолжается. Игорь Чередник пришел не один, я так это назвал. Игорь, привет! Виделись вроде бы недавно, позавчера, но сейчас встречаемся внутри русского урока совершенно по другому поводу. Говори по какому. И кто с тобой? Хорошо, рассказываю сначала, кто со мной. Дорогие друзья, это Андрюша Нуждин. Андрей Нуждин, мой старинный-старинный друг настоящий с 86-го года. С 85-го даже, я уточню. Это сколько? 30 лет больше, даже 32. Вот. Сколько вместе всего пройдено хорошего, замечательного. Жизнь целая прожита. И не менее замечательный человек, вот, тоже мой давнишний друг, но мы последние буквально месяца два плотно стали с ним работать. Это Олег Ахмеров, вот, это арт-директор группы «Скорая помощь в свое время». Вот. Так вот. Олег написал песню одну. Он вообще-то не музыкант, никто ничего. Взял, написал одну песню. Думаю, а что одну? Дай вторую напишу. Написал две. Что-то как-то сын ему подарил гитару на юбилей. Он говорит, надо же ее как-то опробовать. Дай третью напишу. И они как снежный ком стали у него расти-расти эти песенки. И доросло количество до десятки. И вот он мне звонит и говорит, Игорюха, я тебя сто лет не видел, там, что по сайту, что мне с этим делать? Петь не умею, играть не умею. Материал из меня прет, хочу и все это записать. Ну, я ему с легкой руки и говорю, есть Леша Тополов, есть Андрюша Нуждин, есть я в конце концов. Я подыграю, мы тебя подыграем. Буквально. Он говорит, что, прям так сразу? Я говорю, прям так и сразу. И вот мы так сразу спекли пирожок. Называется альбом. И вот Олежек сейчас про этот альбом нам, наверное, немножечко поедет. Или после песенки. А как решим? Как Олежек лучше? Я считаю, что надо с песни начать. У меня прям чувство такое. Ну вот, да, можем завести песенку. Альбом свежайший. Ты расправь свои крылья, Орел, Поднимайся в небо. И лети темной ночью и днем, Обгоняя зарю. Ты увидишь ту землю с высот, Где ни разу не был. На прощание тебе в этот час В сотню раз повторю. Принеси мне, Орел, на крыльях Лунный камень из этих мест. Пусть мечта моя станет пылью, Сжимаю в ладонях свой крест. Ты лети, мой Орел, я верю, И с надеждой смотрю в тишину. Пусть тебя пощадит ураган, Пуля не догонит. Снег и сной обойдут стороной, Божий ангел хранит. Если вдруг на пути океан Сильный не утонет, Пролетит мимо горы лесов И в огне не сгорит. Принеси мне, Орел, на крыльях Лунный камень из этих мест. Пусть мечта моя станет пылью, Сжимаю в ладонях свой крест. Ты лети, мой Орел, я верю, И с надеждой смотрю в тишину. Возвращайся, свободная птица, Я жду. Возвращайся, свободная птица, Принеси мне, Орел, на крыльях Лунный камень из этих мест. Пусть мечта моя станет пылью, Сжимаю в ладонях свой крест. Ты лети, мой Орел, я верю, И с надеждой смотрю в тишину. Пусть мечта моя станет пылью, Сжимаю в ладонях свой крест. Возвращайся, свободная птица, Я жду. Вы слушаете радио Imagine, и Игорь Чередник, который представляет обычно 48 своих каких-то проектов, сегодня представляет 49 проект. Потому что Игорь Чередник, он везде и всюду. Как ты все успеешь, я не знаю. Мало сплю, много ем, шутка. Нет, короче, все хорошо, замечательно. Вот, Олег, давай ты поговоришь немножко, ладно? Потому что твоя музыка, твоя идея, все. Я как-то так слегка обозначил, очень-очень, так сказать, поверхностно. Попробуй-ка поничать. Всем привет, я хотел бы сразу поправиться. Я не писал эти песни, я их просто сочинял. Потому что я не знаю никакой нотной грамоты. А никто не знает? Ну, в смысле, многие не знают. Сэр Палман, он говорит, что не знает, я в это не верю. И, собственно говоря, Женя, не было никакого совершенно желания, да и сейчас его нет, это совершенно не коммерческий проект. Это такой эксперимент, что ли, и... Ну, наболело, решил для себя сделать... Часть души, так сказать, своя, да, вот однана сюда. Да, мне захотелось... То есть, совершенно неожиданно все получалось. Один аккорд, второй, третий, четвертый. Поскольку я петь не умею чужие песни, да, а свои вроде как они ближе, и вроде так и надо. А сын мне говорит, слушай, пап, я себе вот гитару подарил, давай мы их запишем. За гитару спасибо, я говорю, написаться. Я говорю, это смешно, зачем это все нужно? Я общаюсь всю жизнь с музыкантами, я же понимаю, где я, где они. Это все несерьезно. А когда их набралось, действительно, более десяток песен, я думаю, а почему бы и нет? Мы один раз живем, но нужно сделать там, я не знаю, праздник хотя бы своим родным и близким. И когда обратился к своим, так сказать, людям, которых я знаю очень давно, еще про Рубинштейну 13, Ленинградский рок-клуб, и вот клик сразу. Пошла работа, атмосфера в студии была замечательная. Извини секундочку, Олежек, пожалуйста. Мы не упомянули Алексея Тополова. Конечно, конечно. Я сейчас расскажу, да, что все... То есть, понимаете, не было, не было аранжировки никакой, может быть, и хорошо. Песни получились такими, какими они задумывались. Я их, собственно говоря, когда я играл дома, на кухне, на своей гитаре, это все был такой полуфабрикат, а слышал-то я на самом деле их восполнение группы, я понимал, где должна быть синкопа. Ну, то есть я в душе-то музыкант, собственно говоря. И когда ребята сделали так, как я хотел, я просто счастлив. Мне очень все нравится. И сегодня, кроме Игоря, у нас есть еще человек замечательный, гитарист Андрей Нуждин, человек с замечательным вкусом, который просто приехал ко мне домой, на телефон записал все мои песни и поехал к себе, так сказать, получил домашнее задание. Через пару дней мне звонит, говорит, слушай, у меня вот готово две... И выполнил его на пять. Да, пришел в студию, показал как, что давайте, давайте будем. Сел, начали писать. Сначала мы написали барабаны, то есть фундамент был готов. То есть Игоря? Да, мы сначала записали Игоря, мы записали за шесть часов барабаны, фундамент был, то есть нулевой цикл, как говорят строители, был сделан. А затем все остальное, надстройка. Приехал Андрей, уже с готовыми там двумя-тремя песнями, начали писать Андрея, там было две партии гитарных. А Леша Тополов, к сожалению, сегодня его здесь нет, наш главный человек, звукорежиссер, он же бас-гитарист на этой пластинке, и клавишник. Да, парень, ну просто замечательный музыкант, с обалденным вкусом, хохмач. Да, да. Что-то ник. Да, да. В группе Ля Минор. И когда мы писали гитару, Леша сидит, подключил свой фендер, свою бас-гитару, и говорит, ну вы не обращайтесь на меня внимания, я тут не пишусь, так просто играю. На самом деле он ее писал, и все у него получилось, потом через пару дней, говорит, я уже бас тебе тут почистил, все сделал, все хорошо. Потом наложили голос, ну какой-никакой, ну вот такой голос, какой есть. Потом наложили второй голос, там мне нужно было спеть вторым голосом, ну и перкуссию, постучал я там по старой, по имя себя какого-то на барабанах вообще-то. Вот. И все получилось, и в общем, я очень рад, что так все получилось. И главное, что я хочу сказать, что вот понимаете, о чем мы хотим сегодня, я думаю, сказать. Вот не музыкант, человек уже не молодой, мне 58 лет. Нормально. Нормально. Да. Я вообще не понимаю, почему это говорят, не молодой. И что-то вот так вот получилось, но благодаря, да, получилось что-то, может быть, и получается у кого-то другого, но вот у кого-то нет таких вот людей, как вот у меня этих ребят, а у меня они есть. И благодаря им получилось то, что получилось. А это свезло. То, что получилось. Это свезло. Это вот так как-то жизнь, она устроилась. Вот. Ну вот мы, мы друг друга, наверное, всю жизнь искали, в свое время нашли, в 80-х годах. И вот, так сказать, для меня сегодня вот есть такой результат. Я им очень доволен. Я предлагаю еще одну песню завести, номер 4. Это что за песня будет про нее? Песня будет называться, два слова, песня будет называться «Как жаль», но это не о том, что я сожалею, что есть со мной сегодня, нет. А мы все когда-то по жизни допускаем ошибки, о которых потом жалеем. Вот об этом песня. Играет музыка. Как жаль, что невозможно Шагнуть сквозь время вспять И многое исправить уже поздно Давай попросим ветер Все тучи разогнать Пусть он уносит вдаль печаль мою Как жаль, что невозможно Сказать и сделать то, что мог сказать И сделать это раньше И очень жаль, что время со мной не заодно Ведь сказок не бывает наяву Снова осень листья красит Снова дождь смывает все следы Все могло быть быть иначе Если б можно было, если бы ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как жаль, что невозможно Шагнуть сквозь время вспять И многое исправить уже поздно Забы запись уехать От мыслей убежать Но отсюда не убегал никто ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова осень листья красит Снова дождь смывает все следы Все могло быть быть иначе Если б можно было, если бы Как жаль, что невозможно Как жаль, что невозможно Как жаль, что невозможно Как жаль Вы слушаете Radio Imagine И мы продолжаем дальше говорить Об интересном проекте, который у нас тут в студии Благодаря Игорю Вот там уже песня и дальше пошла Но мы нету поставим Мы договорились, что мы седьмую забабахаем Правильно? А вообще сколько всего песен? Десять Десять Альбом так и называется Десять По количеству песен Да Ах, вижу, да Ну что ж, все высказались Слово гитаристу Передадим Легендарному Я не легендарный Легендарнейший Я не гитарист Я не легендарный Легендарнейший гитарист Я просто чувак, который Поучаствовал в записи Замечательного человека Олега Ахмерова Помог Аранжировать его Прекрасный материал Ну Вы лучше задайте вопрос Какой-нибудь Потому что Я могу очень долго Разговаривать Я спрошу Про проект Расскажи про свои Вот в этом проекте Что привлекло Сразу И почему захотелось И да Расскажите о том Что сейчас происходит В жизни уже Привлекло Потому что позвонил Игорь И сказал Что есть хороший человек Один из нас Надо ему помочь записаться Я сказал Ну конечно Не вопрос Если я смогу Потому что Чужой материал Это всегда такая Тайна немного Как его осваивать Нужно Аккуратно Осторожно Ну Поэтому я вот Как Олег сказал Зашел к нему в гости Мы с ним И пили чаю Я съел почти все Печенье какое там было Немаловажно Потому что люблю сладкое Потому что люблю сладкое Вот И после этого Значит Мне уже столько Я печенья съел Мне нужно было Как-то А после печенья Уже не уйти Нельзя сказать Нет Как-то было Себе что-то хорошее Оставить Впечатление Вот И я занялся Работой Ну не работой Я не люблю слово Работа Потому что я работаю Я вообще не люблю Я занялся Тем Придумыванием Партий Начал одевать Мои голые песни Да Ну они были уже так Я кстати Хотел бы возразить По поводу того Что Насчет того Что ты сказал Что ты не музыкант Олег Солгал Даже нет Скажем так Он слукавил Потому что Он прекрасный музыкант Он в ритме Разбирается Лучше чем я Потому что Он мне четко показал Где синкопы Там даже были Какие-то 16 с точкой И все такое Правильно же Ну я так думаю Я так предполагаю Что там были Были И я когда Испытывал некоторые проблемы Когда писал барабан И когда я невнимательный К этому отнесся Потом мне Олег на это указал Я подумал Что действительно Так что Он даже сказал Что там была где-то Бочка вторая Там кардан был Да Был казан Так что Олег слукавил Вот я с удовольствием Поработал Тимуре Леха Олег Игорь Прекрасная была компания Мы записывались Да Мы записывались С шутками С прибаутками И Альбом получился Веселый Легкий Тем не менее Тем не менее Не пустой Там есть В общем Тут наполнен Смыслами различными Очень хорошими Такими глубокими Где-то как-то Пускай некоторые Покажутся Немножко наивными В наше время В непростое Пускай они покажутся Немножко идеалистическими Пускай мы этого не боимся Но это честно И это правда И это искренне очень Поэтому Олег Спасибо тебе За такой замечательный материал Большое спасибо Это просто Друзья мои Это аудиозапись Да конечно Ну какой концерт Ну вдруг вы захотите Все дружно Да нет Женечка Да нет Дорогая Ну что вы Да ну что вы Нет Стесняется Концерт Нет Концерт Какой концерт Я же не умею Ни петь Ни играть Не умею Люди всегда Прибедняются В эфире А мне это напоминает Как это Не 12 Ну да 12 стульев Помните там Когда Петров И говорит Ну это же брат Катаева Двоюродный И он когда заставлял Его писать Фильетоны первые И тот отказывался Вовсю Ну не хотел Он говорит Ну где ты работаешь В бутырской тюрьме Сколько тебе платят Столько-то Понятно Говорит Катаев Ну ты начни писать Фильетоны Да я не умею Писать фильетоны Да любой образованный Человек может писать Фильетоны И там дальше Следующая фраза Через полгода Это был первый Фильетонист города Потому что когда Ему заплатили За первый фильетон Он понял Что все Забыть про эту тему Ну писать фильетоны Я тут Это разные вещи Я понимаю Я не так буквально Если нет Природных вокальных данных То их уже Неоткуда взять Понимаете У нас в русском роке Все интонируют Научишься интонировать Делаешь второй альбом Ладно Так или иначе Я думаю Что что-то Может быть Всякое бывает В этой жизни Мы не знаем Но спасибо за то Что произошла такая премьера Презентация В программе Русский рок Я думаю Что с каждым из вас Еще встречусь отдельно И это будут отдельные Какие-то эфиры Посвященные Так сказать Творчеству А у нас на подходе Еще один альбомчик С другим проектом Вот и тем более Вам спасибо 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 Реклама Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин